Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, я хочу найти свое внутреннее я, то, что мне интересно, увлекательно. Меня это заинтересовало, я стала дальше развивать это. Расскажи мне, пожалуйста, когда ты считаешь? Ты же представляешь вот эти счеты, да? Никогда не отвлекаешься, когда считаешь? Я не отвлекаюсь, там могут петь, танцевать, что-то там делать, я сосчитаю. Музыка может играть, что-то могу даже, например, на ложках сыграть. Меня это никак не отвлекает, и я посчитаю правильно. Как тебе атмосфера на нашем проекте? Тут очень красиво. Я мечтала тут побывать, интересно мне было. Ты до этого смотрела выпуски? Да, я смотрела некоторые выпуски, и мне они очень интересны. Я мечтала увидеть жюри вживую. Кто из членов жюри твой любимчик? Мне все нравятся. Кем ты хочешь стать в итоге? Я хочу стать профессиональным дизайнером интерьера, профессиональным художником, а также преподавать ментальную арифметику и открыть свой центр по ментальной арифметике. Класс! Чего тебе и желаю. Спасибо огромное. Уже сбились со счета, какой сезон удивительных людей. А уж сколько их было за это время, так вообще, мне кажется, уже не сосчитать. Получается удивляться? Ну, надо сказать, удивительно, что получается удивлять. Всякий раз удивляют. Сегодня мы уже успели встретиться с девчонкой, которая запоминает с такой скоростью, с которой я не успеваю читать на экране. Я даже не до конца понял, что происходит. Пришлось спрашивать других экспертов. Они мне объяснили, что так быстро менялись экраны с цифрами, что мне пришлось попотеть, чтобы понять, какое задание я должна выполнить. Это было породительно. Например, номер с балансировкой шпак, точнее, этих мячей, которые каждый весит по 2 килограмма. Это было ярко, здорово и, кажется, невозможно. В этом смысле я бы хотел сделать комплимент режиссерам и всей группе, которая умудряется удивлять и находить совершенно новые уникальные качества. Вы один из тех немногих участников, которые улыбаются настолько зажигательно. Заполняете собой все вокруг. Как вы это делаете? Я, наверное, живу, радуюсь, наслаждаюсь и пытаюсь этот позитив отдать окружающим, потому что от того, что я делаю, я кайфую. А кайфую я от своей жизни. Поэтому выступаю с кайфом, стою на сцене. И я, правда, получаю от этого удовольствие. То, как вы для себя видели ваше выступление, то, каким оно получилось, какие были жюри, оправдало ваше ожидание? Если честно, я думала, скажу по-честному, что я не успею докидать этих людей, потому что репетиции не было в полном составе. Два рекорда подряд не ставятся, поэтому мы показали, попробовали. И когда у меня все это получилось, конечно, я была в восторге, в диком. Но я предупреждала мальчиков, чтобы они не боялись, но они почему-то немножко испугались все-таки. Жюри, вся команда. Я восхищение, если честно. Я думала, все-таки жюри будет строгое такое, я не знаю, вопросы жуткие какие-то. Это нравится, это не нравится. Но настолько все по-доброму и по-честному. Для меня это открытие. Когда вам организаторы предложили вот такой формат испытания, какая была ваша первая реакция? Я, если честно, согласилась сразу. Хоть я этого и не пробовала, никогда в жизни я этого не делала, но я понимала, что я смогу это сделать. Просто ограничение по времени было. То есть толкнуть мне не тяжело. Главное уложиться во времени. Это должно быть и дыхалка, и физика, ну и чтобы мальчики не испугались. И вообще, в принципе, их найти надо было. Спасибо вам большое за участие. Спасибо за вот эту лучезарную улыбку, которая осветила весь наш павильон. Спасибо, спасибо. Что изменилось в вашей жизни с точки зрения саморазвития с прошлого сезона? Ну, я действительно смог в этот раз запомнить несколько примеров из того, что нам демонстрировали на сцене. То есть кое-чему я научился от наших участников. У меня на самом деле неважная память. И многие, глядя на окружающих, считают, что все вокруг идеальное. На самом деле, иногда ко мне подходят после лекции и говорят, а знаете, а у меня проблема с концентрацией, а у меня проблема с памятью. И приходится говорить, что у меня тоже, например, память неважная. Что есть вот такие методы, как запоминать информацию. Таких людей много, кому нужна такая помощь. И мне стало действительно проще запомнить имена, некоторые даты, дни рождения. Мелочь, но это прекрасное подспорье. Надеюсь, наши зрители тоже пользуются всякими лайфхаками наших мнимотехников или каких бы то ни было экспертов в своей области. Внимание, вопрос. У нас был такой участник, которого невозможно забыть, Борис Голик. Боря, тебе большой привет. Который говорил наоборот, слушал наоборот, воспроизводил. Наоборот, если вы забыли, пересмотрите первый сезон. Вот тут аплодисменты, потому что, правда, классно и круто. Вы его звали к себе в институт и изучали, как работает его мозг. Случалось ли вам работать с кем-то еще из наших участников в вашем институте, изучать их мозг? Борис, на самом деле, произвел фурор у нас в институте, потому что я видел лица моих коллег, которым он демонстрировал свои качества. И пить это были моих коллег невозможно, это невероятно. И он поразил всех. И в этом смысле, это на самом деле достаточно редкий дар, хотя он утверждает, что многому можно научить, но в мире не так много людей, которые могут разговаривать, петь наоборот. Это поразительно. Потом случился ковид, и наши встречи в лаборатории на некоторое время стали невозможными. Я надеюсь, что мы эту традицию восстановим. Только что вы стали финалистом шоу «Удивительные люди». Ваши первые эмоции? Я думаю, что все эти люди, которые будут любить мою表演. Вы ожидали, что вы пройдете в финал? Нет, я не знал. Потому что я выступил с кем. И я думаю, что кем очень способен чтобы приехать в俄羅ске, чтобы приехать в Россию. Это очень熱о, и очень熱о, и очень熱о. Понравилось ли вам в Москве? Получилось ли что-то посмотреть? Когда вас позвали участвовать в этом шоу, как отреагировали ваши близкие и друзья? Я думаю, что это очень неприятный момент. Это очень здорово, что вы получили в нашем шоу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ольбе Прекрасываю вам十» и Yi Cane. Одну вернение и богатство, как Вы себя чувствуете их безопасно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Я умею надежду вам и буду приорок субтитры Алексею Дубровскому. Я希望 мне sizi подчиняю еще и выслать больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.